Я таких теток раньше порицала. У тебя ж мужик, золото. Все в дом, все в семью, красивый, умный, нежный, заботливый, верный. Зажралась, да. На мудаков потянула. Ты зачем же, дура такое золото бросила. А потом как-то случайно поговоришь с их брошенными мужьями и понимаешь, блин, а оказывается, все не так просто. Есть у меня хороший знакомый, которого я знаю лет 20, со школы еще. Он и в школьные-то времена был какой-то прям вот чересчур идеальный, и красивый, и умный, и эталонно воспитанный. От него млели не только все девочки, но и весь женский педсостав. А когда вырос и возмужал, вообще превратился в какой-то несуществующий женский идеал. Красивый, как боженька умный, как Вассерман, с безупречными манерами английского лорда, в Газпроме на хорошей должности работает. А ко всему этому еще романтичный и пылкий, как главный герой из какого-нибудь бульварного женского романа. Прям не мужик, а Дед Мороз для взрослых девочек, никто его живьем не видел, но все в него верят и мечтают встретить. Но вот парадокс, ни одна из его женщин не прожила с ним больше года. Причем бросали его все по одному и тому же сценарию, без скандалов, без претензий и без видимых причин все они как-то неловко и нелепо что-то там врали про ты только не думай, мы не расстаемся, просто даже вот психологи советуют месяцок-другой пожить отдельно друг от друга, это очень укрепляет отношения. И вообще там сплошная польза, только не помню какая. И при этом не смотрели ему в глаза, а носочком туфельки выталкивали из квартиры чемодан с его вещами. И вот сидим мы с ним на балконе, не поверите, не бухаем даже, он же не пьет и не курит. Поэтому мы сидим и пьем превосходный английский чай из фарфоровых чашечек. Он мне изливает душу, а в конце вопрошает, но объясни мне хоть ты, что я делаю не так? Я ж ей цветы дарю каждый день. И лепестками роз ее осыпаю каждый вечер, и свечи в спальне зажигаю, и стихи ей посвящаю. И в гостиной во весь потолок выложил ее портрет стразами Сваровски, 10 на 10 метров. Я не пью, не кулю, на других женщин не смотрю, ты же меня знаешь, я любимой женщине верен, как собака. Так чего им всем еще-то надо? Чего им не хватает-то? И знаете, я два часа на все лады и со всевозможными примерами объясняла ему, что нельзя устраивать женщине праздник каждый день, он просто перестает быть праздником. Нельзя каждый день петь ей сиренады под окном, каждый день дарить цветы, предлагать выпить вдвоем шампанского в ванной, в пене и в свечах. Но нельзя. Это как день рождения неделю отмечать, сначала весело и клево, а к пятому дню уже хочется тупо валиться дома на диване перед телевизором и отдыхать от праздника. Всего должно быть в меру, и цветов, и сиренад, и романтики с шампанским. Ну пусть хотя бы по выходным. Если каждый день съедать по большому торту, максимум через неделю тебя начнет тошнить при одном взгляде на сладкое. И очень захочется простого бородинского хлебушка. А он не понимает. Вот серьезно не понимает, и все. Говорить я по-другому не могу. Если я люблю, я свои чувства прятать не могу. Я же не специально это все делаю, чтобы впечатление произвести, я ж реально от всей души и сердца. Ну разве не о такой любви мечтают все женщины? О такой, да. Начитаемся романчиков в мягких обложках, насмотримся всяких мелодрам про любовь, и сидим все в соплях, мечтаем о такой вот неземной любви. Но мечтать это одно, а вот жить так в реальной жизни никто долго не сможет. И мужик твой, золото. Все подруги от зависти волосы рвут. И цветы каждый день, и шампанское в ванной, и серенады под окнами. Ну как ему в лицо сказать, что тебя уже тошнит и от шампанского, и от серенад, да от мужика прям уже тоже. Стыдно такое говорить. И молчат все, и терпят, и себя винят, что не ценят такого счастья, и рано или поздно сбегают. Молча и без объяснений. Потому что объяснять, тоже бесполезно. Не поймут они вас. Искренне не поймут. Они ж годами потом будут писать, звонить, а то и по бабкам-колдуньям бегать начинают порчу несуществующую с вас снимать. Потому что так и не поняли, почему от них, таких хороших, вдруг сбежали, роняя тапки.